Hello, hello! Привет, друзья! Вы попали на канал OK English Elementary. С вами Елена Викторовна Вагнистая. И в данном плейлисте, который у нас состоит из огромного количества уроков, видите, это уже 83-й урок, мы с вами разбираем дополнительные 20 примеров на каждое правило английского языка, грамматики, базового уровня. И сегодня у нас тема Much, Many, A Lot of. Много, много и много. Все три слова и даже понятия, да, эларов – это уже связка слов, обозначают при переводе абсолютно одно и то же. И сегодня в данном уроке, в 83-м уже уроке, мы с вами смотрим на практике, как все это работает, потому что теорию мы уже разобрали, но вкратце мы все-таки припомним, в чем отличие между данными словами, а дальше, конечно, работаем с примерами, которых много не бывает. Окей. Итак, эти слова A LOT и A LOT OF, если есть продолжение, MUCH и MANY помогают нам сказать, что чего-то у нас много или какое-то количество, которое существенное. A LOT и MUCH используются с неисчисляемыми, то есть когда мы не можем посчитать количество предметов, у нас есть лишь вещество. Ну, например, много сахара можно сказать как MUCH SUGAR или A LOT OF SUGAR. MANY используются с исчисляемыми, а A LOT также может стоять с исчисляемым. Вообще, это самое универсальное слово. Например, я могу сказать MANY PEOPLE, могу сказать A LOT OF PEOPLE. То есть если говорить вот как бы по сути, то MUCH – это только неисчисляемые, MANY – только исчисляемые, и A LOT – универсальное понятие. Если вы используете его само по себе без существительного, вы говорите A LOT. Если дальше идет существительное, то есть что или кто, вы еще добавляете OF, предлог OF, и говорите A LOT OF FRIENDS, да? Итак, давайте посмотрим у нас сегодня мини-диалоги. Мне кажется, это будет интересно и весело. Пожалуйста, купи мне ожерелье. Ну ведь много дорого стоит. Да, но если мне память служит верно, если память меня не подводит, то ты сегодня говорил как раз утром, что ты меня очень сильно любишь, но не так сильно, дорогая. То есть вот она проверка чувств с жизнью, да? Итак, что нас здесь интересует? Нас интересует связка IT COSTS A LOT. Оно стоит дорого. IT – это отсылка к слову NECLACE о жерелье. IT COSTS A LOT. Оно стоит много. Можем переводить как дорого. Оно стоит дорого. Так как после A LOT здесь нет никакого существительного, мы останавливаемся именно на слове A LOT OF. Нам уже не нужно. IT COSTS A LOT. But if memory serves, you've said just this morning, ну если память меня не обманывает, if memory serves, тут даже лучше, if my memory serves me right, you've said, ты сказала, ты сказал, вернее, это уже обращение к мужчине, да? Just this morning, как раз этим утром, that you love me very much, что ты меня очень любишь, или как бы у тебя много любви ко мне, да? Мы видим связку very much, также слово much, мы её знаем с первых уроков в обороте thank you very much, да? И мы ещё помним, что нельзя говорить very thank you, да? Надо говорить thank you very much. Почему так? Потому что в английском языке, когда вы усиливаете глагол, то есть действие, и говорите, что много было этого сделано, да? То вы должны использовать слово much. I love you much. Я тебя сильно люблю. То есть у меня много любви, да? I eat much. Я ем много, да? То есть у меня часто происходит действие еда. Если вы очень много это делаете, соответственно, это very much. I love you very much. Я люблю тебя очень сильно. И также в этом случае much стоит само по себе. But if memory serves you've said just this morning that you love me very much. Not that much, my dear. Ну, не настолько сильно, моя дорогая. Не настолько сильно. Not that much. Not that much. Просто запомните, не так уж и сильно, не до такой степени сильно. Please, buy me the necklace. It costs a lot. But if memory serves you've said just this morning that you love me very much. Not that much, my dear. Двигаемся дальше. Диалог номер два. Why don't you marry her? I don't love her that much. Почему ты не женишься на ней? Я ее не настолько сильно люблю. Not that much. I do not that much. Видим, что это тот же самый оборот. И здесь, наверное, уже пояснять нечего. Marry – это жениться на ком-то. Или выходить замуж. Why don't you marry her? I don't love her that much. I don't have much time to talk. Then sorry, I'll call you back. У меня нет особо времени, чтобы с тобой поговорить. Ну, извини тогда, я перезвоню позже. I don't have much time. У меня немного времени. Здесь мы уже видим связку слова much с существительным time. Так как time невозможно пересчитать, то это неисчисляемое существительное время. Ну, как вы его будете считать? Вы его будете уже применять какую-то мерку. Минуты, секунды, часы и так далее. Без мерки слово это как бы нельзя измерить. Но можно сказать, например, much time. Много времени. I don't have much time. Соответственно, у меня немного времени. Для какого действия? To talk. Чтобы говорить. Then sorry, I'll call you back. Тогда извини, я тебе перезвоню. Call back. Это перезвонить кому-то по телефону. I don't have much time to talk. Then sorry, I'll call you back. Итак, друзья мои, теперь для закрепления мы с вами будем читать диалоги по ролям. Я буду читать первые реплики, вы будете читать вторые и последующие реплики за того же человека. Ваша задача читать со мной вслух. Okay, let's do it. Please, buy me a necklace. But if memory serves, you've said just this morning that you love me very much. Why don't you marry her? I don't have much time to talk. Отлично, теперь мы с вами меняемся. Теперь вы читайте все первые реплики, а я вторые. Start, please. It costs a lot. Not that much, my dear. Not that much, my dear. I don't love her that much. Then, sorry, I'll call you back. Двигаемся дальше. There isn't much food left at home. Let's order pizza then. Дома не осталось много еды. Ну, давай тогда закажем пиццу. Итак, there isn't much food left. Нас интересует связка much food. Это много еды, да? Слово food точно так же, как time. Это неисчисляемое существительное, потому что еду мы уже измеряем каким-то количеством, да? Мы не можем ее пересчитать, мы уже должны конкретизировать, да? То есть, food – это сборное понятие. Оно работает как eat, да? И если мы хотим сказать много еды, мы говорим, соответственно, much food. Если у нас немного еды, there isn't much food left. There isn't much food left. Не осталось много еды, где at home, дома. Let's order pizza then. Давай тогда закажем пиццу. Order, заказывай. There isn't much food left at home. Let's order pizza then. I don't go shopping much. Me too. Я не очень часто хожу в магазин. Я тоже. Итак, здесь у нас есть действие. Go. И действие мы совершаем много. Go – much. Хожу много. Здесь у нас отрицание, поэтому I don't go much. Я не часто хожу. То есть, я немного данного действия выполняю. I don't go shopping much. То есть, я не часто хожу по магазинам. Me too. Я тоже. How many husbands did she have? She had a lot. I really can't count. Сколько же у нее было мужей? Много. Я даже не могу посчитать. Итак, how many husbands? Сколько мужей? How many – нас интересует количество. Так как husband. Можем пересчитать. Один муж, два, три. Husbands – дам. И, соответственно, говорим how many. Если бы здесь было неисчисляемое понятие, вопрос был бы задан как how much. В этом, кстати, разница между вопросами how much и how many. Кажется, мы проходили это в одном из, по-моему, сороковых уроков, которые были посвящены вопросам. Но еще раз это вспомним. How many husbands did she have? Связка how many husbands вся работает как вопросительное слово. После этого вспомогательный глагол did, потом кто? She и действие have. How many husbands did she have? She had a lot. У нее было много. I really can't count. Я, правда, не могу посчитать. Здесь можно было бы совершенно спокойно заменить a lot на many. She had many. I really can't count. Я, правда, не могу посчитать. То есть, a lot, в принципе, можем практически в любом случае заменить. Но я хочу вам напомнить, что все-таки в отрицательных предложениях мы предпочитаем, если уж стоит выбор между a lot и much, то использовать слово much. То есть, the reasoned much food звучит лучше, чем the reasoned a lot of food. Это звучит как бы не очень хорошо. Поэтому помним, что в отрицательных предложениях, если выбор между a lot и much, то выбираем much. Итак, двигаемся дальше. Диалог 7. Сколько у тебя завтра уроков? Много. Вопрос how many, потому что дальше идет множественное число lessons, уроки. Их можно посчитать. Это существительное исчисляемое. То есть, слово, которое обозначает что-то, что можно пересчитать. How many lessons? Это связка точно так же, как how many husbands работает как одно понятие. А потом вспомогательный глагол are. Тут было did, стало are. Потом кто? You. И дальше действие having. И есть когда? Tomorrow. How many lessons are you having tomorrow? A lot. Много. Можно было бы сказать и many. Давайте прочитаем теперь эти диалоги. Опять же, работаем с вами по ролям. Я буду читать первую реплику, вы вторую. Работаем вслух. There isn't much food left at home. I don't go shopping much. How many husbands did you have? How many lessons are you having tomorrow? Меняемся с вами ролями. Start, please. Let's order pizza, then. Me too. She had a lot. He really can't count. A lot. Двигаемся дальше. Диалог 8. How many children do they have? Three children. Do you think that's too much? I'm quite sure of it. I have one and it's pretty hard. Сколько у них детей? Трое детей. Думаю, что это слишком много. Я вполне уверена в этом. У меня один ребенок, и то это очень трудно. Итак, how many children? Тут уже понятен этот вопрос. Мы уже видели этот шаблон. How many children do they have? Children, там нужное число, всегда child. Один ребенок, children, соответственно, дети. То есть, два, три и более. В данном случае, three children. Трое детей. Do you think that's too much? Думаешь, что это слишком? That's too much. Это слишком. Это уже слишком. Это больше, чем нужно. Это чрезмерно. That's too much. Запоминаем этот оборот. Do you think that's too much? Обратите внимание, это сложное предложение. Вопрос касается только его первой части. Do you think? Дальше порядок слов не меняется. Do you think that's too much? Если бы не было do you think, то вопрос был бы задан к этой части. И он бы звучал как is that too much? Is that too much? Ну, так как that's too much – это предаточное предложение, то есть, дополняет смысл главного предложения, то никаких модификаций с порядком слов мы здесь не делаем. Do you think that's too much? I'm quite sure of it. Я вполне уверена в этом. I'm quite sure. Я уверена. Я вполне уверена. Я полностью уверена. I'm quite sure. Sure of something – быть уверенным в чем-то. I'm sure of it. Я в этом уверена. I have one. У меня есть один. Имеется в виду one child. And it's pretty hard. И это довольно-таки трудно. Это очень трудно. Pretty – точно так же, как и quiet – усилительное слово. Можно, кстати, их даже заменить. I'm pretty sure of it. It's quite hard. Можно менять, как хотите. Разницы вообще никакой нет на самом деле. Итак, еще раз прочитаем этот диалог. How many children do they have? Three children. Do you think that's too much? I'm quite sure of it. I have one. And it's pretty hard. Диалог 9. How many times should I repeat you? Don't touch the stray dog. But mom, it's so cute. I like it so much. Сколько раз мне нужно повторять тебе, не трогай эту дворовую собаку. Ну, мамочка, она такая хорошая. Она мне так нравится. Итак, друзья мои, здесь у нас первое предложение очень длинное. И мне почему-то кажется, что здесь пропущен, тут вот после you пропущен знак. Препинание. Давайте-ка я его добавлю. Окей. Значит, тут у нас длинное предложение. How many times should I repeat you? Сколько раз нужно повторять? How many times? Сколько раз? Обратите внимание, что times здесь стоит во множенном числе. Когда мы видим слово times, это уже не времена, не время большое какое-то, да, а разы. One time – один раз, two times – два раза, three times – три раза. Это разы, да? Поэтому мы имеем право сказать how many times. Обратите внимание, что how much time – это совсем другой вопрос. Он передает значение, сколько времени. Например, how much time do you need? Сколько времени тебе потребуется? А how many times – это сколько раз. То есть, казалось бы, такая вот мелочь, а существенно меняет значение предложения. How many times should I repeat you? Сколько раз мне следует повторять тебе? Should – следует так поступать, нужно так делать. И что мы повторяем, да? Don't touch the straight dog. Не трогай дворнягу. Straight dog – это бездомная собака, да? Дворняга, дворовая собака. Don't touch. Не трогай, не делай так. How many times should I repeat you? Don't touch the straight dog. But mom, it's so cute. I like it so much. Ну, мамочка, она такая милая, она мне так нравится. Итак, обратите внимание, что it – это связка, это как бы слово, изменяющее слово dog. Почему мы не говорим she is so cute или he is so cute? Мы можем быть неуверены насчет пола данного животного и, как правило, когда мы там сильно не всматриваемся, это он или она, у животных мы говорим it. Поэтому мы говорим it's so cute. I like it. Опять же, она мне нравится. So much. Очень сильно. So much. Так сильно, очень сильно. И встретилась нам в итоге и many, и much в одном диалоге. How many times should I repeat you? Don't touch the straight dog. But mom, it's so cute. I like it so much. Давайте повторим еще раз эти диалоги по ролям. How many children do they have? Do you think that's too much? How many times should I repeat you? Don't touch the straight dog. Меняемся ролями, теперь начинайте вы. three children. Three children. I'm quite sure of it. I have one. And it's pretty hard. But mom, it's so cute. I like it so much. Двигаемся дальше. Десятый диалог. How many siblings do you have? Nine. That's so many. Yeah, don't tell me about it. Сколько у тебя братьев и сестер? Девять. Так много? Ага, и не говори. How many siblings do you have? Сколько братьев или сестер у тебя есть? Слово sibling в английском языке обозначает родные братья и сестры. Можно сказать How many brothers and sisters do you have? А можно заменить их одним словом siblings. Та же ситуация, что grandfather и grandmother можно заменить словом grandparents. Или mother and father можно заменить словом parents. Вот тут есть отдельное слово для братьев и сестер. Сиблингс. How many siblings? Уже видели этот шаблон. How many плюс умноженное число и дальше стандартный вопрос. How many siblings do you have? Nine. That's so many. Это так много. Yeah, don't tell me about it. Ну, тут можно даже было бы сказать Yeah, tell me about it. Даже без don't вообще. Мне даже кажется, лучше выбросить. Yeah, tell me about it. Да, давайте сделаем, давайте сделаем так. Вот так получше. Значит, предложение tell me about it это как бы такое, знаете, предложение паразит лишний раз подтверждает мысль, которую вы услышали ранее. То есть, если вам кто-то что-то сказал и вы с этим согласны, вы можете сказать Yes, I agree, но это будет прям совсем официально, более такой нейтральный разговорный вариант tell me about it. И не говори. Окей, how many siblings do you have? Nine. That's so many. Yeah, tell me about it. Предложение, вернее, диалог 11. Why did they break up? He drank a lot. Now I understand why she left him. Почему же они расстались? Он много пил. Ну, теперь понятно, почему она его оставила. Why did they break up? Оборот break up – это расставаться, когда люди не хотят больше иметь вместе каких-то отношений. То есть, если пара расстается, they break up. Why did they break up? He drank a lot. Он много пил. Может быть, сейчас не пьет, на тот момент пил. Now I understand why she left him. Теперь я понимаю, что именно я понимаю why she left him. Ну, нас интересует только a lot. Drink a lot – много пить. Можно сказать drink much. Почему бы и нет. Окей, друзья, мы повторяем эти диалоги по ролям. How many siblings do you have? That's so many. Why did they break up? Now I understand why she left him. Меняемся ролями. Начинайте. Nine. Двигаемся дальше. Двенадцатый диалог. Let's go out. I can't. I have a lot of homework to do. Давай пойдем куда-то погуляем. Go out – это пойти куда-то вне дома, провести время вне дома. Понятие очень размытое. Go out может быть и пойти в кафе, в ресторан, пойти погулять по городу, пойти на концерт, все, что угодно, все, что можно делать, любая активность вне дома. Go out. Let's go out. I can't. I have a lot of work to do. У меня много работы, которые нужно сделать. A lot of work – теперь мы видим предлог of, который стоит перед существительным work. A lot of work. Если бы слова work не было и of не нужно было бы, мы бы сказали I have a lot to do. Так как появилось слово homework, появился, соответственно, предлог. I have a lot of homework to do. Если вы будете говорить I have a lot of homework, это будет неправильно. То есть, если есть существительное, есть и предлог. Let's go out. I can't. I have a lot of homework to do. Long time no see. I'm glad to see you. Me too. I have a lot to tell you. Unfortunately, I don't have a lot of free time. Why don't we meet later? Да, давненько не виделись. Я так рад тебя видеть. Я тоже. Мне так много хочется тебе рассказать. К сожалению, у меня не очень много свободного времени. Почему бы нам не встретиться позже? Long time no see. Давно не виделись. Это устойчивое выражение, его нужно запомнить как есть. Long time no see. Просто запомнить. I am glad to see you. Я рад видеть тебя. Me too. Я тоже. I have a lot to tell you. Мне есть многое рассказать тебе. I have a lot. И дальше, видите, действие to tell you. Ни предлога, ни существительного. Unfortunately. К сожалению. Unfortunately. Unfortunately. I don't have a lot of free time. У меня немного свободного времени. Тут даже было бы, мне кажется, лучше сказать I don't have much free time. Но если вы поставили a lot и дальше идет слово time или free time, то предлог of обязательный. I don't have a lot of free time. Why don't we meet later? Почему бы нам не встретиться позже? Why don't we? Почему бы нам не поступить так? Почему бы так не сделать? Why don't we? И действие. Why don't we meet later? Почему бы нам не встретиться позже? Long time no see. I'm glad to see you. Me too. I have a lot to tell you. Unfortunately. I don't have a lot of free time. Why don't we meet later? We have a lot of work to do on Friday. Goodbye, Friday evening. Нам так много нужно сделать в пятницу. Прощай, вечер пятницы. То есть люди всегда с нетерпением ждут пятницу, чтобы слава тебе, Господи, наконец-то всю эту работу, это все оставить в стороне и просто отдохнуть. И вот тут такая вот засада. We have a lot of work. A lot of work. A lot of homework. Видим шаблон тот же самый. Goodbye, Friday evening. Прощай, вечер пятницы. We have a lot of work to do on Friday. Goodbye, Friday evening. Давайте прочитаем эти диалоги по ролям. Let's go out. Long time no see. I'm glad to see you. Unfortunately, I don't have a lot of free time. Why don't we meet later? We have a lot of work to do on Friday. Меняемся с вами. И теперь начинайте вы. Помните, здесь в тринадцатом диалоге у вас две реплики, да? I can't. I have a lot of homework to do. Me too. I have a lot to tell you. Goodbye, Friday evening. Двигаемся дальше. Пятнадцатый диалог. How many people were there at the club? A lot. Итак, вопрос звучал how many people. Обратите внимание, кстати, что в связке с how a lot никогда не появляется. Мы говорим только how many, how much, но никогда не говорим how a lot. То есть это как бы невозможная связка. Это тот случай, когда мы не можем заменить much или many на a lot. How many people? Видим, что это одно понятие. Were there? Было. At the club в клубе. A lot – много. Можно было бы сказать many. How many of these books have you already read? Many. Almost all of them. Сколько из этих книг ты уже читал? Много. Наверное, практически все из них. How many of these books? Итак, мы уже помним, почему здесь появляется of, потому что есть еще местоимение these. How many? Можно было бы короткий вариант how many books, сколько книг. Ну, и мелочь бы вообще в целом. Нас интересуют конкретно these books, эти книги, вот на которые я показываю, на этой полочке, да? Поэтому мы должны сказать How many of these books? Have you already read? Ты уже прочитал. Интересует результат. Используем present perfect. Have read. How many of these books have you already read? Many. Almost all of them. Много. Практически все из них. Many – много. Ну, и almost – практически почти. Almost all of them. Практически все из них, да? И также здесь у нас all of them, да? Отсылка к тому же самому правилу. How many of these books have you already read? Many. Almost all of them. How many times do you visit your grandma a week? Quite a lot. Two or three times. Сколько раз ты навещаешь бабушку в неделю? Ну, часто. Наверное, два или три раза. Ну, хороший внук, что сказать. How many times? Сколько раз? Уже говорили об этой связке. Do you visit? Ты навещаешь. Кого навещаем? Your grandma свою бабушку a week. Как бы в неделю, да? Quite a lot. Довольно-таки часто. Quite. Уже говорили об этом усилительном слове. Quite many. Не очень хорошо здесь звучит. Ну, в принципе, тоже можно. Two or three times. Два или три раза. Читаем эти диалоги по ролям. How many people were there at the club? How many of these books have you already read? How many times do you visit your grandma a week? Переменяемся ролями. Теперь вы начинаете, да? How many times do you visit your grandma? A lot. Many. Almost all of them. Quite a lot. Two or three times. Ну, я посмотрела на это предложение. Все-таки мне хочется сказать How many times a week do you visit your grandma? То есть переставить вот это a week вот сюда, после times. Как-то оно так органичнее звучит, друзья. Вы вообще видите, вот я составляю предложения, да? Потом, когда я их уже перечитываю, абстрагировавшись от своих мыслей по составлению предложений, то как бы появляется, включается вот это ощущение языка, и хочется что-то переделать. Вообще, ваша задача вырабатывать в себе вот это ощущение языка, когда вот вы смотрите на предложение и понимаете, интуитивно понимаете, это правильно или это неправильно, или вот хотите выразить мысль, или вам прям хочется ее выразить именно таким образом, а не другим. Вот это у вас начинает работать ощущение языка. Оно вырабатывается постепенно, примерно, когда вы уже выходите на уровень low intermediate, да? То есть после того, как вы проработали всю грамматику Мёрфи, посоставляли кучу примеров, да? Получили кучу диалогов, вот в какой-то момент уже у вас вот появится вот это чувство языка, стремитесь к нему. Оно будет дальше вашей опорой, и как бы важно его совершенствовать дальше. Поэтому how many times a week do you visit your grammar? Мне нравится этот вариант больше. Окей, двигаемся дальше. И вот тут у нас последние диалоги, да? How many times did you visit the zoo? Not many. Сколько раз ты ходил в зоопарк? Немного. Not many, да? Many, мы не можем сказать not a lot, да? Здесь доступен только вариант not many. Так, сам пример очень простой. Are you a doctor? I used to be, but I'm retired for many years. Вы доктор? Да, раньше был, но я уже на пенсии много лет. Are you a doctor? Вы доктор. Обратите внимание, что здесь никуда не теряется артикль e. Используем его с профессиями в единственном числе. Are you a doctor? I used to be, то есть раньше я таким был. Помним, что у нас есть отдельный урок об обороте used to. Мы его разбирали 30, не помню какой. 30 какой-то урок, друзья мои, в красном Мёрфи, да? I am retired. Я на пенсии. Это словно как я уволился, да? Я уволенный. По-английски говорится I am retired, по-русски говорим я на пенсии. Просто запомните этот термин. I am retired for many years, уже много лет. Are you a doctor? I used to be, but I am retired for many years. How much coffee do you drink a day? 5-6 cups. That's too much. I know, but I can't do anything about that. I love coffee. Сколько чашек кофе в день ты пьёшь? 5-6 чашек. Это слишком много. Я знаю, но я ничего не могу с собой поделать. Я обожаю кофе. Но это опять же. How much coffee do you drink a day? В принципе, здесь a day нормально себя чувствует. How much coffee a day do you drink? Также мы можем сказать. То есть, a day можем сюда переставить. How much coffee do you drink a day? Нет, мне хочется всё-таки переставить. How much coffee a day do you drink? Итак, останавливаемся на варианте. How much coffee a day do you drink a day? Как в день. Обратите внимание, при переводе на русский предлог вы появляется, хотя в английском вроде бы, как будто бы никого предлога и нет. How much coffee a day do you drink? Ну и how much coffee. Почему не many? Потому что кофе – это неисчисляемо. Невозможно посчитать кофе, кроме как чашками, да? Или там порциями. Поэтому здесь идёт much, а не many. 5-6 cups. 5-6 чашек. That's too much. Это слишком. Too much. Слишком. Это перебор. Больше, чем нужно. That's too much. I know, but I can't do anything about that. Я знаю, но ничего не могу поделать по этому поводу. I love coffee. Я обожаю кофе. Ну, такой вот оптимистичный последний диалог. Прямо как будто про меня. Единственное, я не пью, конечно, 6 чашек. I drink maybe 2-3 cups a day. 4 максимум, but it's actually very rare. 2-3 cups, that's what I drink. Окей, давайте прочитаем последние диалоги с вами по ролям. How many times did you visit the zoo? Are you a doctor? How much coffee a day do you drink? That's too much. Окей, и меняемся с вами. Теперь начинайте вы. Not many. I used to be, but I'm retired for many years. 5-6 cups. I know, but I can't do anything about that. I love coffee. Отлично, друзья мои. Я вас поздравляю с тем, что мы закончили. Это довольно-таки объемный урок, который я надеюсь, вы все-таки смотрели частями, потому что за раз, возможно, кому-то будет трудновато его обработать. Итак, друзья мои, теперь я еще разочек прочитаю для вас в более быстром темпе все наши сегодняшние диалоги. Видите, первый блок на одном слайде и, соответственно, второй блок на другом слайде. Please, buy me the necklace. It costs a lot. But if memory serves, you've said just this morning that you love me very much. Not that much, my dear. Why don't you marry her? I don't love her that much. I don't have much time to talk. Then, sorry, I'll call you back. There isn't much food left at home. Let's order pizza, then. I don't go shopping much. Me too. How many husbands did she have? She had a lot. I really can't count. How many lessons are you having tomorrow? A lot. How many children do they have? Three children. Do you think that's too much? I'm quite sure of it. I have one, and it's pretty hard. How many times should I repeat you? Don't touch the stray dog. But, mom, it's so cute. I like it so much. How many siblings do you have? Nine. That's so many. Yeah, tell me about it. Why did they break up? He drank a lot. Now I understand why she left him. Let's go out. I can't. I have a lot of homework to do. Long time no see. I'm glad to see you. Me too. I have a lot to tell you. Unfortunately, I don't have a lot of free time. Why don't we meet later? We have a lot of work to do on Friday. Goodbye, Friday evening. How many people were there at the club? A lot. How many of these books have you already read? Many. Actually, all of them. How many times a week do you visit your grandma? Quite a lot. Two or three times. How many times did you visit the zoo? Not many. Are you a doctor? I used to be. But I'm retired for many years. How much coffee a day do you drink? Five, six cups. That's too much. I know, but I can't do anything about that. I love coffee. And, друзья, my. Your own question is. Look, on the first slide 9 dialogues. And on the next slide 10 to 20 dialogues. I think you'll make a screenshot. And work with these dialogues. По алгоритму, который я вам уже 150 раз объясняла. Друзья мои. Все. На этом мы прощаемся. Заканчиваем этот объемный урок. Я думаю, теперь вы понимаете, как работают слова a lot, much и many. Когда можно заменить much и many на a lot. Когда мы этого не делаем. В каких случаях мы предпочитаем much. В каких случаях нужно говорить much a lot. В каких случаях many a lot. И в чем вообще принципиальная разница. Все, друзья, мы занятия провела Елена Викторовна. Канал OK English Elementary. Надеюсь, урок вам понравился. Жмите лайк, если это так. И до скорой встречи в новых уроках данного плейлиста. Который идет, скажем так, я делаю по стопам красного Мерфи. Чтобы вам было еще проще отработать эту замечательную книгу. В которой, к сожалению, мало примеров. Но очень много полезной информации. До скорой встречи в новых уроках. Wish you all the best in your studies. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok